добрый день всем смелым и решительным инвестором это проект географии инвестиций я сразу хочу вас предупредить о том что спекуляция акциями да и вообще инвестиции это очень рисковое занятие так что будьте внимательны и осторожны и сегодня мы распакуем такую компанию как headhunter все из нас какой-то степени знакомы с этой онлайн компании кто-то может размещал свое резюме кто-то именно через эту платформу нашел себе новую работу кто-то может наоборот занимается поиском именно персонала для своего бизнеса через размещение вакансий на headhunter и и так что же это за компания стоит ли в нее инвестировать и какие перспективы нас ожидают если мы все-таки решили инвестировать компанию headhunter и так headhunter это лидирующая рекрутинговая платформа на территории россии и стран снг основными акционерами являются эльбрус капитал почти 32 процента это российская компания и goldman sachs group 8,7 процента акции имеет эта компания все остальное в свободном обращении головной офис компании находится в москве и у многих из вас возникает вопрос а за счет чего все-таки онлайн компания которая находится в интернет который по сути не производит никакого блага получает все-таки прибыль и так давайте разберемся за счет чего вообще интернет-платформа по поиску вакансий и персонала может зарабатывать основная деятельность это естественно сведение соискателей и работодателей но монетизируется пока исключительно последний то есть работодатели крупные средние и мелкие работодатели могут купить такие услуги как доступ к базам резюме размещение вакансий и оформить подписку которая включает себя как доступ к базам резюме так и возможность размещать некоторое количество вакансий а также headhunter предоставляет прочие услуги такие как брендинг реклама автоматический подбор и аналитика абсолютно по всем направлениям в компании можно наблюдать существенный рост но особенно хорошо показывают себя размещение вакансий доходы с этой услуги выросли за последние пять лет с одного миллиарда до трех миллиардов и это еще не предел у компании есть три пути увеличения выручки за счет просто база клиентов за счет монетизации соискателей новых проектов за счет увеличения цены и так начнем с первого база клиентов количество клиентов которые платят за пять лет выросла в два с половиной раза со ста тридцати девяти тысяч до 344 тысяч организаций физический лимит по этому показателю составляет 2,8 миллиона это сто процентов активных организаций в россии за рубежом онлайн рекрутинг занимает 50 процентов рынка в российской федерации эта цифра находится около 15 процентов это означает что можно спокойно ожидать утроение по этому параметру в ближайшие 5-10 лет то есть достижение отметки в 1 миллион клиентов база резюме у хит хантера самая большая в россии если сравнивать с ближайшими конкурентами то разница составляет порядка 30 миллионов однако соискатели пока никак не монетизируется в отличие от работодателей что позволяет говорить о скрытом потенциале но какого-то четкого плана у менеджмента в этом направлении пока мы не видим если посмотреть на сайте компании в разделе для инвесторов то в презентации компании указывается возможность создания корпоративного и индивидуального обучения если им удастся сделать такое то что после прохождения такого обучения люди сразу будут получать нужную им работу то услуга может оказаться вполне востребованной у соискателей проведение корпоративного обучения тоже очень хорошая идея так как компания знает все потребности нанимателей и вполне способна предоставить специализированное решение для каждого что касается цен то у хит хантера большое пространство для маневров если сравнивать зарубежными аналогами то потенциал в этом направлении варьируется от трехкратного и выше вплоть до 40 кратного роста но я бы был более консервативным и заложил бы рост в два раза в ближайшие пять лет что касается выручки компании то она стабильно растет это и требуется от развивающегося бизнеса чистая прибыль менее стабильно но последние годы показывает очень хорошую динамику чистая маржа за последние 12 месяцев составила 30 процентов и нет причин почему в условиях монополизации рынка она не может быть больше структура баланса одновременно мне как нравится так и не нравится с одной стороны бизнес не обременен тяжелыми активами и у него много кэша с другой гудвилл на 75 процентов баланса что не есть хорошо так как есть вероятность обесценивания около 6 миллиардов гудвилла это выкуп стопроцентной доли в хэдхантере в 2016 году остальные 3 миллиарда покупка зарплата ру у хэдхантера есть займы втб на 7 миллиардов под ключевую ставку два процента годовых связи с рядом последних повышений отчет за третий квартал он подпортил но несущественно хэдхантер финансово устойчивая компания это объясняется следующими причинами большое количество денег на балансе который составляет 5 миллиардов бизнес очень хорошо генерирует кэш и не требует существенных капитальных вложений и это поверьте самые большие плюсы этой компании по сравнению с аналогами у хэдхантера самые высокие темпы роста выручка растет на 26 процентов чистая прибыль на 21 процент долговая нагрузка низкая рентабельность капитала выше средней почти в четыре раза чистая маржа не такая впечатляющая но это связано не с операционными доходами если их исключить то показатель находится на очень высоком уровне по мультипликатору pns компания недооценена по всем остальным значительно дороже аналогов такая переоценка связана с вышеупомянутыми темпами роста у хэдхантера они в разы выше конкурентов компанию можно оценить в двести сорок шесть миллиардов рублей или четыре тысячи восемьсот рублей за акцию с учетом монопольного положения компании цена более чем приемлема то есть ее цена реально должна быть в районе 66 долларов за одну акцию планируется что к 2025 году выручка вырастет с 12 до 20 миллиардов рублей чистая прибыль при сохранении чистой маржи составит 7 миллиардов рублей форвардный pns 10 pna e 28 при среднем pns в отрасли около 20 компанию можно оценить в 400 миллиардов рублей или 7800 рублей за акцию то есть цена акции может возрасте до 108 долларов и все это объясняется тем что хэдхантер все-таки монополист на рынке онлайн рекрутинга бизнес-модель компании не требует большого количества капитальных вложений и способна генерировать много кэша отсюда рождаются ее финансовая устойчивость и высокие показатели ретабельности капитала с которыми не могут потягаться даже зарубежные аналоги бизнес-компании явно успешен это отражается как в росте выручки так и в приросте базы клиентов но все-таки помимо этого у компании остается большой запас за счет монетизации соискателей но пока это только предполагаемые возможности если руководству удастся реализовать какой-нибудь проект в этом направлении то это существенно изменит прогноз в лучшую сторону поэтому в целом я считаю что компания имеет право быть в портфеле индивидуального инвестора думаю что не стоит ждать от компании кратного роста за несколько месяцев а в долгосрочном плане она может быть интересным так как компания еще и платит дивиденды дивидендность составляет менее одного процента дивиденды выплачиваются в долларах закрытие реестра акционеров происходит в начале июня месяца на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета оставляйте комментарии ставьте лайки делитесь этим видео в социальных сетях подпишитесь на канал кто еще не подписан впереди много интересного а я вам говорю до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока и и и